На этом уроке мы начинаем разбирать один из самых популярных открытых дебютов, это испанская партия. Белые. Е2 на Е4. Черные. Е7 на Е5. Белый конь Ж1 идет на Ф3. Черный конь Б8 на С6. Белый слон Ф1 на Б5. Именно этот ход определяет испанскую партию. Одно из старинных и наиболее глубоких стратегических начал в шахматной теории. Особенно популярна была испанка в конце XIX века. Белые сразу же начинают борьбу за центр, создавая угрозу пешке Е5. Давайте для большей наглядности опять прибегнем к схеме. Обозначим ходы, определяющие испанскую партию. А дальше отметим, что у черных есть несколько способов обороны. Основной это третий ход пешкой А7 на А6. Его мы рассмотрим на следующем уроке, после того, как познакомимся со всеми остальными, встречающимися реже вариантами. Всего этих остальных вариантов мы рассмотрим пять. Это ход пешкой D7 на D6, защита стейница, вариант 1. Ход конем G8 на F6, берлинская защита, вариант 2. Ход конем C6 на поле D4, защита Берда, вариант 3. Ход пешкой F7 на F5, гамбит Яниша, вариант 4. И последнее, ход слоном F8 на поле C5, защита Корделя, вариант 5. При рассмотрении отдельных вариантов в этой схеме, в частности берлинской защиты и защиты Берда, будут возникать определенные разветвления в зависимости от возможных ходов противников. Тогда мы вернемся к схеме и обозначим возникшие ситуации. Итак, сначала мы рассматриваем защиту стейница. Вариант 1 по схеме. Пешка D7 делает ход на поле D6. Белые играют. Пешка D2 на D4. Черный слон C8 идет на D7. Белый конь B1 на C3. Черный конь G8 на F6. Белый слон B5 бьет коня на поле C6. Черный слон D7 бьет слона на C6. Белый ферзь D1 идет на D3. Черная пешка E5 бьет пешку на D4. Белые отвечают. Конь F3 бьет пешку на D4. Слон C6 уходит на поле D7. Белый слон C1 идет на поле G5. Черный слон F8 идет на E7. Белый делает длинную рокировку. Черный делает короткую рокировку. Белая пешка F2 идет на F4. Белый готовы начать атаку. А у черных очевидные трудности с контригрой. Теперь перейдем ко второму варианту. Когда на третьем ходу черные делают ход конем G8 на поле F6. Это так называемая берлинская защита. Это продолжение также имеет богатую историю. Впрочем, и здесь черным нелегко уравнять игру. Продолжаем партию. Короткая рокировка у белых. Это сильнейший ответ. Черный конь F6 бьет пешку на E4. Белая пешка D2 идет на поле D4. А дальше возможны варианты. Вернемся к нашей схеме. На пятом ходу черные могут пойти слоном F8 на поле E7. Обозначим эту ветку 2-1. А могут сделать ход конем E4 на поле D6. Обозначим как 2-2. Рассмотрим последовательно оба эти варианта. Итак, пятый ход черных слон F8 идет на поле E7. Это вариант 2-1 по схеме. Белые играют ферзь D1 на E2, нападая на коня. Это наиболее точный ход. Конь черных уходит на поле D6. Слон B5 бьет коня на C6. Черная пешка B7 бьет C6. Пешка D4 бьет пешку на E5. Черный конь D6 уходит на поле B7. Белые играют. Конь B1 на C3. Черные делают короткую рокировку. В результате у белых лучшие шансы за счет преимущества в пространстве. Теперь рассмотрим вариант 2-2 по схеме, когда черные на пятом ходу делают ход конем E4 на поле D6. В этом случае белый слон B5 все равно бьет коня на C6. Черная пешка D7 бьет слона на C6. Белая пешка D4 бьет пешку E5. Черный конь D6 идет на F5. Белый ферзь D1 бьет ферзя на поле D8 и объявляет шаг черному королю. Король E8 бьет нападающего ферзя на D8. Ладья F1 идет на D1 и объявляет шаг. Король возвращается на поле D8. Белый конь B1 идет на C3. Белый слон F8 идет на E7. Белый слон C1 на G5. Белые стремятся кардинально решить проблему преимущества двух слонов. Черные слон E7 бьет G5. Белый конь F3 бьет слона на G5. При этом можно сказать, что шансы белых предпочтительнее. У них пешечное преимущество на королевском фланге, что может сказаться в Эншпиле. Мы закончили рассмотрение варианта 2. Вернемся к нашей схеме. Третий вариант, который мы рассматриваем, это ход конем C6 на поле D4. Этот ход ввел в практику английский мастер Генри Берт в середине XIX века. И в его честь он назван защитой Берта. При этом у белых есть две возможности ответа. Они могут бить конем F3 коня на D4, вариант 3.1, а могут уйти слоном B5 на поле C4, вариант 3.2. Рассмотрим оба варианта. Сначала вариант 3.1. Белый конь F3 бьет коня на D4. Черная пешка E5 бьет коня на E4. Белые делают короткую рокировку. Черные отвечают. Пешка C7 на C6, нападая на слона. Слон B5 уходит на поле C4. Черные идут конем G8 на F6. Белые играют. Ладья F1 на E1. Черная пешка D7 на D6. Белая пешка C2 на C3. Черный ферзь D8 идет на поле B6. Белый ферзь D1 идет на поле B3. Черный ферзь B6 бьет ферзя на B3. Белый слон C4 бьет ферзя на B3. Черная пешка D4 бьет пешку на C3. Белая пешка B2 бьет черную пешку на C3. Черный слон F8 идет на E7. Белый слон C1 идет на A3. Позиция белых выглядит предпочтительнее. Черным нелегко без позиционных уступок отразить угрозу E4 на E5. Теперь рассмотрим вариант 3.2 по схеме. Когда на четвертом ходу белые делают ход слоном B5 на C4. Черные играют слон F8 на C5. У белых конь F3 бьет коня на D4. Черный слон C5 бьет коня на D4. Белые делают короткую рокировку. Черный конь G8 идет на F6. Белая пешка C2 на C3, угрожая слону. Слон C4, в свою очередь, уходит на поле B6. Белая пешка D2 на D4. И у белых все предпосылки для развития инициативы. На этом заканчивается рассмотрение берлинской защиты. На очереди вариант 4 по нашей схеме. Гамбит Яниша. На третьем ходу черные делают ход пешкой F7 на поле F5. Любопытный гамбит, разработанный русским шахматистом Карлом Янишем в XIX веке. Конь B1 идет на C3. Черная пешка F5 бьет пешку на E4. Белый конь C3 бьет пешку на E4. Черный конь G8 идет на поле F6. Белый конь E4 бьет коня на F6. И объявляет шах черному королю. Черный ферзь D8 бьет нападающего коня на F6. И освобождает короля от шаха. Белый ферзь D1 идет на E2. Черный слон F8 делает ход на поле E7. При этом черные готовы поступиться пешкой E5 ради скорейшего развития. У белых минимальное преимущество. Приступаем к рассмотрению последнего пятого варианта ответного хода черных на третьем ходу. Слон F8 идет на поле C5. Этот вариант получил название защиты корделя. Это самый старый вариант в испанской партии. Ход слоном на C5 применялся еще в конце XV века. Черные стремятся к скорейшему развитию королевского фланга. Белые играют. Пешка C2 на C3. Черный конь G8 идет на F6. Белая пешка D2 на D4. Черный слон C5 на B6. Короткая рокировка у белых. И короткая рокировка у черных. Белый слон C1 идет на G5. Белые прибегают к связке коня, так как черный слон отсутствует на королевском фланге. Черный. Пешка H7 на H6. Белый слон G5 идет на H4. Пешка D7 идет на D6. Шансы белых имеют некоторое преобладание в центре и немного предпочтительнее.